В этом уроке мы поговорим про такой принцип объектно-ориентированного программирования, как наследование. Итак, давайте рассмотрим пример. К примеру, мы хотим создать объекты некоторых животных, к примеру, объекты кошки, объекты собаки. Для этого мы можем создать отдельные классы cat и dog и работать с данными объектами. Однако, наши кошки и собаки относятся к какому-то общему классу, к примеру, это класс животные, animals. И, соответственно, у них есть много общих признаков. К примеру, у них есть имя, вес, цвет и так далее. Также они могут выполнять какие-то одинаковые методы, функции. То есть, они могут кушать, гулять и так далее. Ну и также у каждого из наших видов животных могут быть свои определенные параметры, скажем так, и методы, говоря на языке программирования. Поэтому мы можем создать некий общий класс животного, описать в нем общие характеристики и функции, которые присущи всем животным. И далее создать классы конкретных видов животных, которые могут наследоваться от общего класса animal. И таким образом принимать все те характеристики и методы, которые находятся в классе animal. В этом и заключается наследование. То есть, мы можем создать какой-то родительский класс, от которого будут наследоваться другие классы, принимая родительские методы и параметры, и при этом добавлять какие-то свои. Ну давайте посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Давайте создадим класс, который назовем animal. И допустим, что может быть в данном классе. К примеру, мы можем создать некоторые переменные name и переменную color. То есть, у каждого животного будет имя и цвет. Далее, в данном классе могут быть какие-нибудь методы. К примеру, метод волк. То есть, метод для прогулки наших животных. В котором, к примеру, мы вызовем println. В методе волк мы будем указывать то место, где мы будем гулять. И в данном методе мы выведем строчку. Мы гуляем здесь и укажем то место, в котором мы гуляем. И так же, к примеру, создадим метод. К примеру, метод sleep. В котором мы будем указывать строчку, которая показывает, что наш питомец спит. Итак, мы создали некий общий класс animal, который описывает животных. Который имеет некие характеристики. Имя, цвет. Также есть метод для прогулки и метод сна. Теперь мы можем создавать какие-то конкретные виды животных. И наследоваться от данного класса. И у всех наших наследников, у всех видов животных будут иметься данные характеристики и методы. То есть, нам не нужно будет писать их каждый раз по-новому. Они будут у каждого животного. Как это сделать? Теперь, когда мы написали класс animal, мы можем создать новый класс. Назвать его dog. Это будет класс, который описывает наше животное собаку. А для того, чтобы наследоваться от класса animal, в описании метода мы можем написать public class dog, как обычно. И далее написать слово extends и указать класс animal. Это означает, что класс dog будет наследоваться от класса animal. То есть, когда мы указали extends animal, мы указали наследование от класса animal. И теперь, в нашем классе dog, мы можем не описывать все те характеристики. Они будут заведомо присущи данному классу dog. И также мы, к примеру, можем добавить что-то свое. Например, мы можем добавить метод sit, то есть сидеть. Выведем какую-нибудь строчку. И метод лежать. Пусть будет так. То есть, в данном случае, наша животная собака будет иметь имя, цвет, который находится в классе animal. А также мы можем с ней гулять, она может спать. И также существуют у собаки дополнительные свои методы, которые не будут у других животных. Это метод сидеть и лежать. И, к примеру, мы можем добавить еще какую-то свою характеристику. Пусть это будет вес. Таким же образом, мы можем создать новый класс. Класс кота или кошки. В данном случае, мы также напишем класс cat extends animal. То есть, наше животное cat также наследуется от класса животное. И ему будут присущи те характеристики и методы, которые находятся в данном классе animal. И также мы можем добавить что-то свое в данный класс. К примеру, добавим метод кормить или питаться. И укажем какую-то переменную. Это будет переменная, которая означает корм, который мы даем нашему животному. И выведем строчку. Некую строчку, которая будет отображать, что наш метод работает. Таким образом, давайте еще раз подытожим. Мы создали некий класс animal. Этот класс описывает общее множество подклассов. То есть, данный класс описывает животных. И в нем находятся какие-то свои переменные и методы. Далее мы создали классы для кошки и собаки, которые наследуются от класса животных. Им присущи все те же методы и характеристики, хотя мы их не указываем в классе. И также в каждом из классов, кат и док, имеются свои дополнительные методы и параметры, которые присущи именно этому классу. Что мы можем сделать теперь? Теперь давайте вернемся в наш главный класс и, к примеру, создадим объект каждого класса. То есть, это будет код. И собака, док. Итак, мы создали два объекта разных классов и теперь мы можем с ними работать каким-либо образом. К примеру, дадим имя нашему коту и дадим имя нашей собаке. А также, к примеру, давайте посмотрим еще методы и переменные, которые могут быть у наших животных. Давайте напишем catColor white, то есть, это будет белый кот и dogColor black. Как видите, мы использовали переменные name и color для котов и собак. То есть, это общие переменные, которые хранятся в классе animal. Но наши классы cat и dog их наследуют, поэтому мы можем ими также оперировать. И, к примеру, мы можем вызвать метод волк. Напишем, к примеру, слово парк, то есть, погуляем с котом в парке. Или давайте погуляем на бакьярде, то есть, на заднем дворе, а с собакой мы погуляем в парке. То есть, мы описали также, вызвали какие-то общие методы, которые есть в классе animal. А теперь давайте попробуем обратиться к тем переменным методам, которые присущи конкретному классу. К примеру, метод fit есть только у класса cat. Поэтому давайте покормим нашего кота молоком. А если мы попробуем вызвать данный метод fit у собаки, то, как видите, такого метода у нас не существует. Зато у собаки есть, к примеру, метод сидеть. Ну и давайте вызваем по методу у каждого из животных. Теперь запустим нашу программу и посмотрим на результат. Как видите, наши методы выполнили все свои действия. То есть, мы видим некие строки в консоли. И также, к примеру, мы можем убедиться, что наши переменные также получили свое значение. Выведем на экран следующее. CatNameIs. И выведем на экран имя нашего кота. И давайте выведем на экран имя нашей собаки. Итак, с переменными у нас тоже все в порядке. Они получили свои значения. У каждого объекта свое значение переменной. И таким образом, собственно, мы рассмотрели с вами один из принципов объектно-ориентированного программирования. Это принцип наследования. И в данном случае мы воспользовались таким принципом. Давайте еще раз быстренько разберемся в том, в чем он заключается. Мы создали некий общий класс животного и описали в нем переменные и методы. Далее мы создали отдельный класс для кота и для собаки. Данные класса с помощью конструкции ExtendsAnimal наследуются от класса Animal. Поэтому им присущи все те поля, которые указаны в классе Animal. Плюс в каждом из них существуют еще некие дополнительные поля и методы, которые присущи только конкретному классу. Соответственно, мы смогли наследоваться от какого-то общего класса. И это очень удобно при работе с языком Java. И также хочу отметить, что наследоваться мы можем только от одного класса. То есть, Cat не может наследоваться от животного и, к примеру, от собаки. Наследник, точнее родительский класс может быть указан только один. Но от этого родительского класса могут наследоваться множество классов. То есть, от класса Animal могут наследоваться Cat и Dog. Но Cat не может наследоваться одновременно от Animal и Dog, к примеру. То есть, наследуемся мы только от одного класса. Таким образом, мы изучили с вами понятие наследования.